Глава шестая. Древняя практика цигун. Слово цигун буквально переводится как работа с энергией. Это азиатская форма йоги, возраст которой насчитывает тысячи лет. Значительная часть практик выполняется стоя, хотя есть и сидячие комплексы упражнений. Существуют сотни систем цигун, произошедших из разных традиций. Большинство дают центральное положение здоровью. Отдельная группа связана с боевыми искусствами. Эти системы направлены на развитие силы воли, концентрации и умение управлять энергией через кисти рук. Какое-то количество систем, произошедших из храмов и монастырей, построено вокруг культивации духа и глубокой медитации. Одни системы требуют активных движений, а другие основаны на визуализации. Почти все они связаны с особыми дыхательными практиками, которые должны быть согласованы с выполняемыми упражнениями. В любом случае, ведущий принцип всех этих практик – это координация глаз с движениями тела, концентрация ума и акцент на дыхании, особенно для активных упражнений. Выполняя более пассивные упражнения, не требующие движений, мы направляем внимание вглубь и исследуем свой внутренний мир, направляя дыхание в разные внутренние области. Итак, цигун требует координации всех следующих элементов. Глаза. На Западе глаза называют зеркалом души, а в даосской теории считается, что они управляют шень – духом. В даосизме утверждается, что энергии ци следуют за духом и шень, а кровь – интересная жидкости, в свою очередь, следует за ци. Таким образом, глаза выступают своеобразным центром управления, при помощи которого дух контролирует и направляет движение энергии в теле. Этот центр управления позволяет нам направлять энергии из своего тела наружу, чтобы способствовать исцелению и влиять на окружение. Движение тела. Это, собственно, последовательность физических движений во время выполнения упражнений. Многие из этих движений следуют траекториям энергетических меридианов, пронизывающих тел. Другие очерчивают внешние границы энергетического поля, разглаживая и лаская энергетический поток светового тела. В зависимости от выбранной вами системы, упражнения могут быть весьма активными. Вспомним рассказ об Адхидхарме в храме Шаолинь. Он разработал последовательность упражнений под названием «18 рук архатов», в которые смешались кунг-фу и активные упражнения из цыгун. Эта сторона цыгун схожа с физическими упражнениями йоги в индийской традиции. Одни позы статичны, а другие требуют динамичного и непрерывного перехода из одного положения в другое. Концентрация ума. Это критически важная часть практики, и именно ее ученики чаще всего склонны игнорировать. Сохранять сосредоточенность совершенно необходимо для любой работы с энергией, потому что это активирует огненную энергию сердца и связывает дух с производимыми действиями. Древние говорили, что только тот, кто может увязать внимание и намерение, добивается мастерства в искусстве жить. Во время практики цыгун мы должны сосредоточиться на том, что делаем, и сохранять концентрацию на движениях тела, отслеживая их глазами. Для этого потребуется концентрация ума и присутствия, и вознаграждение не заставить себя ждать. Дыхание. Считается, что именно дыхание жизни циркулирует по разным энергетическим меридианам. Если вы помните, энергия воздуха смешивается с пищевой цы для создания функциональной энергии нашего организма. Координируя движение тела с дыханием и вниманием, мы направляем эту энергию через нужные нам каналы и разбиваем затор. Мы используем дыхание не только для того, чтобы освобождать энергетические пути, но и чтобы собирать и хранить дыхание и энергию в специальных резервуарах – донтянах. Способные ученики быстро учатся получать жизненную энергию из воздуха при помощи дыхательных упражнений. Звучит довольно просто, но именно эти элементы отвечают за волшебство, на которое способен цикун. О конкретных движениях тела, работе и влиянии на нас энергетических каналов можно сказать очень много. Но если нам удастся хотя бы просто достичь того уровня сосредоточенности, координация мышления и дыхания, которых требует цикун, и применять его в обычной жизни, наша жизнь выйдет на качественно новый уровень. Хорошая новость заключается в том, что мы вот-вот приступим к изучению этих энергетических каналов и начнем понимать, что делает практику цикун такой эффективной. Мы будем использовать свой интеллект и, и внимание, Шэнь, сохраняя намерение, Джи. Активировав эту вертикальную ось, огонь, вода, земля, мы начнем понемногу представлять себе свой гигантский потенциал. И в нашей жизни начнут происходить заметные перемены. Эта вертикальная ось обеспечивает правильную настройку ума и духа, необходимую нам, чтобы во время практики связать все аспекты своего бытия с телом. Такая связь пробуждает нас от состояния транса. После того, как мы скорректируем поток энергии, и он перестанет питать наши прежние вредные привычки, мы сможем собирать и запасать силу в хранилище Дантьяне. А затем использовать ее как буфер между собой и болезнями, усталостью и впадением обратно в транс. Говоря о накоплении и хранении энергии, мы подразумеваем необходимость создать в организме области, где мы сгущаем и очищаем ту энергию, которая движется сквозь нас. Мы сгущаем ее, чтобы питать свою сущность, и очищаем, чтобы осветить свой дух. Однако мы должны быть внимательными и не подходить к этому процессу с капиталистическим настроем. Это чрезвычайно важно для понимания как цыгун, так и жизни в целом. На самом деле нам не нужно больше энергии, потому что бесконечное ее количество доступно нам прямо здесь и сейчас. Более того, вся сила, которая когда-либо существовала и будет существовать в мире, существует здесь и сейчас. Поэтому очень важно не стремиться к поглощению энергии, а вместо этого понять, откуда она берется. Не существует внешнего источника, из которого мы могли бы брать энергию, как воду из колодца. Вся сила Вселенной беспрестанно и повсеместно течет сквозь нас. Поэтому недостаток этой энергии мы ощущаем только из-за блоков и помех, которые сами создаем, мешая энергии течь легко и свободно. Значительную часть этой энергии мы направляем в свою тень. К тому же наш ум не допускает самой возможности существования бесконечного потока энергии, потому что это разрушит все представления нашего эго о себе. Мы все время сопротивляемся, а потом удивляемся, почему мы так устали. Задача Цигун – не добавить нам что-то, чего нам не хватает, а избавить нас от того, что нам мешает. Чем быстрее мы перестанем стоять у себя на пути, тем проще будет двигаться сквозь нас Вселенскому потоку энергии. Мы станем средством выражения его доброй воли и займем заслуженное место вечности. Я говорю не о каком-то гипотетическом рае, а о жизни здесь и сейчас. Цигун помогает нам проснуться и ощутить живое дыхание момента, в котором мы, наконец, можем принять участие. Но для того, чтобы перестать себе мешать, нам нужно разобраться с энергиями, застрявшими в горизонтальной оси горя, гнева и раздражения. Горизонтальная ось эмоций тесно связана с колебаниями наших чувств и ума. Она одновременно привязана к жизненному циклу и всем переживаниям души. Очень важно решительно исправлять все отклонения от равновесия, которые возникают на этой оси. Именно здесь большинство людей ломаются, столкнувшись с колоссальным энергетическим зарядом, который накопился в них в тени. Наше стремление накапливать дерево и нежелание отпускать металл – причина того, что мы цепляемся за все вокруг, а потом страдаем. Играя в эту игру, мы нарушаем свое равновесие и неосознанно направляем все больше энергии на создание монстров в своей тени. В китайской медицине стихию металла представляют легкие, в которых энергия естественным образом опускается, а стихию дерева – печень, в которой энергия естественным образом поднимается. Легкие в организме расположены над печенью, и в результате того, что их энергетические потоки давят друг на друга, возникает жизненная сущность. Энергия дерева давит вверх, а энергия металла – вниз. После смерти человека шень печени – хунь – поднимается в небо, а шень легких – по – опускается в землю. Нам нужно, чтобы они контролировали друг друга взаимным динамичным давлением, иначе они разделятся, и мы умрем. Только восстановив горизонтальной оси гармоничный поток энергии, мы сможем вернуть своей жизни в гладкое течение и подключиться к энергии вертикальной оси. Для правильной настройки внимания и намерений нужно здоровое понимание человеческого состояния. Мы не пытаемся от него бежать, наоборот. Мы каждую секунду должны бодрствовать и быть вовлечены в происходящее. Дантяне Как в индийской традиции есть чакры, так в даосской философии есть дантяне – энергетические резервуары. Основных дантяней три. Нижний расположен примерно на три-четыре пальца ниже пупка, между передней стенкой живота и позвоночником. Средний дантяне расположен по центру грудины, на уровне сердца. Верхний дантяне находятся чуть выше переносицы во лбу. Третий класс. Нижний и средний дантяне бывают разных объемов, но в среднем близки по размеру к небольшому шару для боулинга. Размер верхнего дантяна зависит от уровня развития конкретного человека. В среднем он варьируется от мяча для гольфа до теннисного мячика. Нижний дантянет – это область, в которую мы учимся направлять дыхание в начале практики. Это основа энергетической системы тела. Даосы считают, что важно начинать работу по культивации энергии с самых плотных и тяжелых форм энергии в организме. Более тяжелые иньские аспекты энергии в теле расположены ниже легких, янских. Хуэй-инь, первая точка энергетического меридиана под названием «канал зачатия», расположена в промежности и считается наиболее иньским аспектом нашей анатомии. Это база энергетического поля нашего туловища. Из этой точки возникает энергия нижнего дантяна и в нее же возвращается. Направляя дыхание и шень, которые имеют более янскую природу, в эту область, мы обретаем первый уровень равновесия в организме. Представьте себе строительную площадку. Прочный фундамент позволяет нам возвести устойчивое здание. Как вверху, так и внизу. Во время практики цигун мы постоянно систематически проходимся по всему телу, от промежности до макушки головы, и выравниваем его энергией. Только успешно справившись с этой задачей, мы можем продолжать практику. Наша цель – сконцентрировать всю энергию в нижнем дантяне, а затем задействовать эту область при каждом движении. Нам нужно, чтобы все энергетические потоки тела проходили через этот центр и питали изначальную ЦИ и посленебесную сущность. Чем больше энергии мы направляем в эти системы, тем эффективнее наш организм переваивает и усваивает пищу, и тем лучше работает весь организм. Чем чаще мы этим занимаемся, тем больше можем высвободить заблокированной энергии, а значит, тем больше положительной энергии у нас будет для жизни. Оптимизируя течение чистой энергии по своим энергетическим полям, мы встречаем немало блоков, умственное и эмоциональное содержание которых считается нежелательным, потому они и оказались в тени. Чем больше света и осознанности мы будем направлять в свою тень, тем она будет меньше, и тем меньше будет оставаться пространства и энергии для скрытых подсознательных процессов. Смотреть в лицо своим страхом и боли неприятно, но помните, что теперь у нас больше энергии и осознанности, чтобы справиться с ним. Здесь в игру включается средний донтянь. Мы можем использовать энергию сердца, чтобы прощать все события и воспоминания, которые хранятся в нашей тени. Мучимся отказываться от своей привычной реакции, не убегать и не отворачиваться от этих блоков, и тем самым не наполнять их энергией. Мы используем нижний донтянь, чтобы поднять энергию. Представьте себе, что мы активируем батарейку и подключаемся к ней. Затем мы задействуем средний донтянь, чтобы преобразовать все то, что застряло в нашей тени, потому что теперь у нас достаточно для этого сил и умений. Наконец, высвобожденная энергия очищается в верхнем донтяне, где она облагораживается и становится светом осознанности. Чем больше у нас осознанности, тем проще становится этот процесс. Когда двигатель достаточно разогнался, алхимия становится приятным и интересным занятием. Всегда можно найти что-то, что нуждается в очищении. Всегда есть тени, в которые мы еще не заклинули. Как только вы это поймете, в вашей жизни больше никогда не будет места скуки. Разные виды практики цыгона. У всего в мире есть иньский и янский аспект, в том числе у энергетической практики. Мы уже обсуждали разные типы энергии. Теперь пришло время использовать эту информацию. Два основных вида энергии, циркулирующей по нашему организму, это питающие и защитные цыг. Они заботятся о наших клетках и обслуживают наши бесчисленные физиологические потребности. Для этих видов цыг существуют отдельные, специально разработанные практики. Существуют также практики, разработанные для укрепления шень или духа, и другие внутренние практики, цель которых – культивация, очищение сущности и пробуждение внутреннего духа. Давайте пройдемся по основным видам цыгон и предназначению каждой из этих практик. Вэйгун. Эта практика связана с внешней энергией – вэйци, которая отвечает за здоровье, иммунитет и защиту организма от патогенов и болезней. Вэйгун предназначен, чтобы направлять энергию в эти внешние поля силы и создавать энергетический барьер, защищающий внутренние органы от вторжения из уни. Цыгун. Это общий термин для обозначения практик, которые укрепляют питающие цы и поддерживают защитную цы. Он усиливает приток энергии к разным системам органов и обеспечивает организму силу, необходимую для питания и исцеления. Цыгун – это наиболее сбалансированный подход, но его нужно адаптировать в зависимости от потребностей конкретного человека. Найгун. Это высшая алхимическая практика, которую изучают монахи в монастырях. Она требует большой отдачи. В Найгуне упор делается на культивацию и сохранении сущности, половое воздержание в сочетании с особыми практиками, чтобы ее можно было сгущать и очищать, превращая в ци и шень. Эта практика приводит к образованию светового тела. Именно ее передают из поколения в поколение знаменитые бессмертные даосы. Требуется много месяцев практики цыгуны и расчистки умственных и эмоциональных заторов, прежде чем ученику станет безопасно приступать к Найгуну. Шеньгун. Эта практика связана с культивацией внимания, особенно с культивацией парапсихических способностей. Шеньгун способствует ясновидению, яснослышанию, дистанционному целительству, астральным путешествиям и псионике, контролю за психикой. Очевидно, что это продвинутый уровень, но не стоит считать эту практику самой важной. По моему мнению, все эти умения любопытны, но настоящее сокровище это Найгун, который ведет практику к личной трансформации. С Шеньгуном часто занимаются священнослужители, в котором по роду деятельности приходится иметь дело с критическими ситуациями, исцелять болезни и изгонять злых духов. Это важная часть даотской мудрости, но западные люди склонны чрезмерно увлекаться необыкновенными умениями, и это увлечение часто превращается в опасную ловушку для эго. Как перед началом духовной работы нужно привести в порядок физическое тело, так и в цыгун важно начать со снов и постепенно продвигаться к верхним уровням. Это значит, что мы должны старательно работать над правильной стойкой. Она поможет нам заземлить энергию и развить корни. Стойки развивают нижний дантянь и укрепляют вейцы защитную энергию. Построив крепкий фундамент, мы непременно пожнем плоды этой практики, проникая в тайны Тава и становясь все более осознанными. Предупреждение. Чтобы свеча была свечой и выполняла свое предназначение, нужен воск. Поэтому практика начинается с базовой работы, которая укрепит наши мышцы, кости, поток энергии и намерений. Нам очень повезло, что мы можем пользоваться системами цыгун, что в наше время исчез, когда-то окружавший их налет тайны. Однако работы все равно предстоит немало, и я должен вас предупредить, что срезать углы небезопасно. Дайсизм – это искусство поддерживать баланс и приводить в состояние гармонии ту поляризованность, от которой страдает ум западного человека. Пропускать эту работу нельзя, примерно так же, как нельзя каждую ночь спать по одному часу вместо восьми. Конечно, несколько дней или недель можно протянуть и с таким режимом сна, но выгорание наступит очень быстро. Если вам захочется пропустить какую-то неприятную работу, вспомните, как возникают страдания. Посмотрите на людей, готовых на все, лишь бы не возвращаться в свое прошлое, чего только они не делают, чтобы сбежать от себя. Это нездоровое поведение, и нам предстоит его исправить при помощи тренировок. Я практикую и преподаю в Южной Калифорнии не один десяток лет, и за эти годы мне встретилось множество голодных духов. Это люди, которые говорят, что стремятся к просветлению, но при этом ищут только легких путей, и не готовы к настоящему труду. Особенно активно они не хотят изучать содержимое своей тени. Как и в случае с пищевыми привычками, я очень внимательно слежу за тем, как практикуют мои ученики и оцениваю уровень самоотдачи. Он о многом говорит. Если я предписываю человеку диету, исключающую продукты, на которые у него аллергия, а он не выполняет моих предписаний, потому что это слишком трудно, я понимаю, что передо мной зомби. Человек, который не в силах сам себе противостоять. То же и с людьми, которые хотят от секунд феерических результатов, но не готовы работать над основами. Это нетерпеливые люди, которые ничего не добьются. Я готов вам помогать, но выполнить за вас работу я бессилен. Я могу лишь указать вам правильное направление. Итак, сделайте глубокий вдох, и давайте приступать к тренировкам. Добавляем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова